Всем привет, ребята! И сегодня я хотела записать видео о модных стереотипах, о модных мифах, которые ставят нам рамки, которые мешают нам экспериментировать в одежде. И все эти правила, о которых я буду говорить, они устарели. Так просто раньше принято было думать, я не знаю, может лет 10-20 назад. И некоторые люди до сих пор продолжают верить в эти правила, и, собственно, это ограничивает их в стиле, в моде, в экспериментах каких-то с одеждой. Ну, вы понимаете, не позволяет выглядеть интересно, круто и так, как они хотят, потому что не свято верят в эти правила. В общем, да, ребята, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и давайте начнем. Итак, первая вещь, первый миф. Модно значит стильно. Я сейчас говорю о том, что многие люди придерживаются такого мнения, что если есть какие-то тренды, если есть какие-то модные вещи, которые вот все носят, которые можно там увидеть в видеоблогеров, я не знаю, на фотографиях в инстаграм, значит все эти вещи стильные. И если купить все эти тренды, все эти модные сумки, не знаю, заколки, резинки, кофточки, блузки, если все эти трендовые вещи сразу на себя надеть, то это будет равно стилю. То есть эти вещи обязательно выглядят стильно. И я очень много раз сталкивалась с подобными вещами. Очень многие люди скупают все тренды и потом пытаются из этого создать какой-то стильный образ. Но я хочу сказать, что модные вещи, трендовые какие-либо вещи, которые сейчас конкретно на волне популярности, это не значит, что все эти вещи являются стильными и могут подчеркнуть конкретно ваш стиль, создать именно ваш стильный образ, потому что не все вещи модные могут идти вам, не все вещи модные могут реально выглядеть хорошо, потому что большинство трендов, это могут быть, например, чисто подиумные тренды, которые нельзя интегрировать в обычную жизнь, повседневные образы и так далее. Нужно вот это вот прослеживать четкую грань, что модные вещи не всегда стильные вещи. Можно очень стильные, круто выглядеть в абсолютно классических базовых вещах, не трендовых, без каких-либо, не знаю, вычурных деталей, принтов и так далее. Можно круто выглядеть вот в таких обычных, совершенно нейтральных вещах. Можно быть стильным, и это будет подчеркивать вас и ваш образ. Следующий миф, это такой стереотип, который вот правда, даже моя мама, наверное, в это до сих пор верит, красная помада это вульгарно, тем более красная помада ни в коем случае не подходит для дневного макияжа, для, я не знаю, похода на работу, на учебу, еще куда-то. Красная помада это в большинстве случаев вульгарно и только подходит для вечера, для каких-то вечерних выходов, но днем ее абсолютно нельзя носить. Я бы хотела сказать о том, что это абсолютный миф и стереотип. Я знаю, что очень много лет назад просто каждый, кому не лень, говорили мне о том, что нельзя носить красную помаду, ты зачем накрасила с красной помадой, это тебя старит, ты выглядишь там плохо, как девушка легкого поведения с красной помадой, зачем ты ее носишь и вообще, почему она в дневном макияже. Это ужасный стереотип и от него нужно избавляться как можно скорее, потому что красная помада это как, я не знаю, как классная сумка, или как классная обувь, или как какой-то акцент в вашем образе, это просто может быть крутым аксессуаром, очень ярким акцентом. И вам даже не придется, например, в этом образе подбирать какие-то другие аксессуары, красной помадой будет достаточно. Главное, чтобы макияж с такой красной помадой был максимально сдержанным и минималистичным, чтобы красная помада не была добавлена к каким-то очень ярко накрашенным глазам или, я не знаю, к очень сильно-сильно-сильно нарумяненным щекам. В любой ваш образ повседневный красная помада может нести классную изюминку. Поэтому не бойтесь носить красную помаду днем, не бойтесь носить ее когда угодно. Это может быть не только красная помада, это могут быть помады каких-то более ярких оттенков, я не знаю, там темно-бордовые, винные, практически черные. Любая яркая помада это очень и очень крутой элемент для вашего образа. Следующий стереотип, это стереотип моих родителей. Вот просто, я не знаю, мои родители всегда мне так говорили, моя бабушка всегда мне так говорила. Черный цвет и вообще все полностью черные луки, то есть total black луки, это траур. Зачем ты оделась так днем? Куда ты пошла? У тебя что? Сегодня что-то случилось? Ты почему такая грустная? Почему ты вся в черном? И эти вопросы ты начинаешь получать действительно тогда, когда ты одеваешься полностью во все черное. Черный цвет это не траурный цвет. Его не нужно избегать, его не нужно бояться носить днем, его не нужно бояться носить летом. Многие люди считают, что черные вещи лучше летом вообще не носить, но черные вещи можно носить летом, если они из легких тканей, если это не какие-то супер обтягивающие вещи, в которых будет жарко, какого бы цвета они ни были. Черный можно носить всегда, черный можно носить везде. И полностью черные луки это не только какой-то, я не знаю, траурный, похоронный наряд, называйте его как хотите. Можно носить это и на вечер, то есть для каких-то вечерних выходов это можно носить и днем, и на учебу, и на работу, и куда вы только захотите, потому что черные полностью луки всегда выглядят очень стильно, красиво, и мне кажется, они подчеркивают внешность любого абсолютно человека. Следующий миф. Золото и серебро нельзя миксовать. Я сейчас говорю не только об украшениях, это касается и какой-то фурнитуры на сумках, на обуви и так далее. Например, раньше всегда мне мама говорила, что нельзя носить золото с серебром вместе, то есть нельзя, например, надевать серебряное кольцо и золотые часы там, и, например, если у тебя серебряные кольца, то ты должна носить и серебряную цепочку, и сережки. Сейчас все. Это уже умерло давно, сейчас можно миксовать все, что вы хотите. И золото, и серебро, и позолоченные какие-то украшения с серебряными, то есть серые, с желтыми, все что угодно. Это касается также и фурнитуры. Не ограничивайте себя вот такими мелочами, такими деталями, вы можете это все смешивать вместе, можете это миксовать. Это выглядит гораздо интереснее, чем если у вас все идет в комплекте. Ну и, конечно же, комплектами вы тоже можете носить, вы можете носить как все серебряное, так и все золотое, но и миксовать это вместе вы тоже, безусловно, можете. И пора отказаться от этого какого-то очень странного правила, что все это вместе не сочетается и смотрится странно. Следующий миф касается не более трех цветов в одном образе. Я сама недавно говорила о том, что лучше всего не сочетать более трех цветов в одном образе, и это правда так. Три цвета в образе всегда работают круто, вы никогда не ошибетесь. И если вы не умеете, например, сочетать классно между собой цвета, если вы не очень хорошо дружите с колористикой, то лучше придерживаться как раз-таки вот этого правила три цвета, тогда вы точно никогда не ошибетесь. И когда я говорила об этом правиле, я говорила конкретно для тех, кто только начинает что-то там сочетать, кто только начинает интересоваться модой, всегда три цвета будут выглядеть хорошо. Если же вы уже круто разбираетесь во всем, если вы знаете, как цвета между собой сочетать, как сделать так, чтобы это смотрелось и стильно, и красиво, и не переборщить с тем или иным цветом, то, конечно же, вы можете сочетать смелые четыре и пять цветов в одном образе и того большее. Но если вы не очень хорошо со всем этим дружите, то лучше придерживаться, конечно, правила трех цветов. Это правило не то, чтобы является устаревшим каким-то стереотипом, это вот просто такая рекомендация к действию. Можно считать ее и устаревшей, и нет, потому что кто-то, правда, не умеет сочетать между собой огромное количество цветов и три цвета, самый простой и самый действенный вариант. Поэтому тут уже решать вам, но так или иначе, сочетать больше трех цветов определенно можно. Следующий стереотип – базовая одежда, базовый гардероб для всех одинаковый. Этот стереотип сложился как раз-таки из-за блогеров, из-за того, что многие в своих видео говорят, что вот существуют какие-то базовые вещи в моем гардеробе, я их постоянно ношу, они мне нравятся, они со всем сочетаются, вы можете их тоже попробовать, и это будет очень круто, если они у вас будут. Я понимаю, что все знают о том, что есть белая футболка, что есть, я не знаю, пальто, там, рубашка, джинсы и все такое. Но нельзя сказать, что в базовом гардеробе обязательно должны быть вот одни мамс джинсы, такого вот темно-синего оттенка, одна белая футболка, вот такого фасона с такой длиной рукава, и все, это для всех универсально. Нет, для каждого человека все индивидуально. Может быть, кому-то вообще не нужны футболки, кому-то, например, нужны рубашки. И человек уже будет на основе своих предпочтений, на основе своего образа жизни составлять свой базовый гардероб. Возможно, кому-то не нужно пальто цвета Camel, скажем, это самая базовая вещь, она, наверное, есть, ну, не знаю, у большинства влогеров в гардеробе и у меня тоже есть. Может быть, кому-то не нужно пальто цвета Camel, может быть, кто-то не хочет такой цвет, например, это не обязательно, что вы должны покупать это пальто, вы можете купить, я не знаю, черное пальто, синее пальто, вы можете вообще вместо пальто купить, я не знаю, что угодно, тренч. Поэтому составлять базовый гардероб на основе уже чего-то базового гардероба, который вам кажется универсальным, это немножко нелогично, Потому что вы должны исходить только из своих предпочтений Кому-то нужны, например, джинсы в базовом гардеробе А кому-то нужны брюки определенные И джинсы абсолютно не нужны Человек не носит джинсы Поэтому говорить о том, что джинсы обязательно должны быть в базовом гардеробе Это немного неправильно Потому что для кого-то это может показаться совершенно странным Поэтому подбирайте базовый гардероб для себя Он только должен исходить из ваших предпочтений Вы можете брать какие-то советы у блогеров, у стилистов Но полностью ориентироваться на чужие гардеробы я бы вам не советовала Следующий миф Для вечерних нарядов, для вечерних выходов подходит только обувь на каблуке Никакая другая обувь не может быть интегрирована в вечерние наряды Это абсолютно не так И я знаю, что многие правда так думают, что только на каблуках можно пойти на выпускной Только там на каблуках можно пойти, я не знаю, на какое-либо мероприятие важное, на какую-либо вечеринку Но вы можете абсолютно любую обувь надевать Сейчас огромное количество разной обуви, которая выглядит как вечерняя Но она в принципе может быть без каблуков И за счет того, что она без каблуков, она может быть удобна и в повседневной носке То есть это такие более элегантные модели какой-либо повседневной обуви Например, это какие-либо балетки с более заостренным носком Они уже выглядят достаточно элегантно, достаточно красиво И могут интегрированы быть в какой-то вечерний, например, брючный костюм И что-то такое Также это могут быть какие-либо лоферы, мюли, все что угодно Сейчас такое большое количество, я не знаю, обуви, что выбрать любую не составит никакого труда Ну а на этом все Это были все мифы, о которых я хотела вам сегодня рассказать Если вам понравилось это видео, то обязательно напишите, делать ли еще вторую часть такого видео Потому что есть еще достаточное количество таких устаревших правил, которые нас в чем-либо ограничивают Я думаю, что у меня еще есть информация как минимум на два таких видео Если вам это интересно, то ставьте пальчик вверх и обязательно оставляйте ваши комментарии Увидимся очень скоро, заглядывайте ко мне в инстаграм Всем пока-пока